Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболу Та Жизнь и мы продолжаем нашу рубрику FIFA 23 Кругосветка. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или ЛСП на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, у нас был один игрок на примете, на позицию левого защитника. Он нам попался, но мы его нашли скауты. Вот он, Милос Керкес. Он играет в АЗ, ему 18 лет, он венгер. И рейтинг, в принципе, очень даже симпатичный, особенно 18 лет, 71. И мне начали попадаться во всяких группах ВК про перспективных футболистов в симуляторе FIFA. Поэтому я решил подписать его, потому что он мне, естественно, попался. Начали показывать его минимальный, так сказать, потенциал. Поэтому давайте попробуем договориться. Вот, предложите сумму в районе 4,5 миллионов и можно будет договориться. Давайте 4 миллиона я попробую предложить, а там уже посмотрим. Так, 4 миллиона. Отправляем. Все, за 4 миллиона мы договорились по Керкесу. То есть отлично еще сэкономили. И теперь уже лично с ним. Но он вроде у нас будет даже основным льем-защитником. Так, ну пока что важно, я не знаю, ему дадим роль. Он хочет ключевого, хорошо. Еще и женщина его агент. Так, на 5 лет договорились. Замечательно, без отступных. Зарплату вообще малепусенькую он хочет. Все. А так мы договорились. И вот первое подписание Златана Ибрагимовича именно за деньги. Ну и вот оно подписание. Здесь уже и пресс-конференцию такую небольшую сделали для журналистов. Так, а номер нам не видно. Коин взял. Ну в итоге, мне кажется, это очень хорошее вложение. Всего за 4 миллиона. Тем более забрали у конкурента. Ну на B. Я не знаю, куда тут еще можно было цену сбрасывать. У него 4 миллиона 200 было рыночное. Мы и так сэкономили. Ну. Все супер. 72 почему-то показали. Хотя у него рейтинг 71. Он будет основным нашим защитником более развитые навыки. Так, сэкономит 600 тысяч. Еще 600 тысяч. Ну вот как-то так. Итак, мне пришло предложение по аренде по Дженара Нонумете. Он играет у нас во втором составе. Вот он с рейтингом 60. А у меня есть воспитанник. Вот он он, Толедо. Почему бы его сюда не поставить на позицию Нонумете? Я не знаю, ну в 2 цапника здесь отыграть тогда. Я не знаю, как еще это здесь. Ну вот по такой какой-то схеме у нас получилось. Ну раз пришло предложение по аренде, почему бы его бы и не сдать. А раз у нас есть такой вот воспитанник Толедо. Который даже получше нашего вот действующего игрока. Фразионы в Италию хотят его с правом выкупа, но мы сейчас поручим, чтобы договорились просто на один сезон его отдать. Так, ну и мы договорились, так понимаю, по... Хотя нет, мы ничего не договорились по аренде. Это Каиб, да, от нас ушел. Я думаю, это наш молодой полузащитник. А это Каиб. В итоге все, договорились. Мы могли получить больше прибыли. А если не ошибаюсь, его же по отступным вроде забрали. Ну, в любом случае, вместо Каиба у нас есть два фланговых защитника. Ну что же, нам надо решать вот по нашим игрокам. А это именно Амир Исмаиль. 57 рейтинг у него, это наш молодой нападающий. И молодой центральный защитник. По поводу нападающего. У нас есть интересный вариант с также свободным агентом, Жуэлем Фамие. Вот, и центральным защитникам, мне кажется, здесь уже можно и заплатить. У нас, конечно, денег не так много, но... Можно что-нибудь найти, либо в крайнем случае подписать вот опытного 30-летнего центрального защитника из Австралии Трента Сайнсбюри. Вот, с рейтингом 71. Поэтому я бы пока что бы точно подписал бы Фамие. Чтобы уже к следующей игре, на всякий случай, у нас... Ну, был нападающий. Чтобы у нас было точно 4 хороших нападающих на сезон. Ну, а вот этого молодого, я не знаю, либо ждем предложения по аренде, либо он просто будет действительно полировать скамейку. Важный игрок. В принципе, согласны. По контракту. Давайте на 3 года там посмотрим. В любом случае продать мы его всегда успеем. Так, ну и рекомендованная зарплата 7800. Я не знаю, давайте мы 5500 попробуем. Не знаю, обидится, не обидится. Так, ну они согласны, но с бонусами хотят. 5600 плюс подписной бонус. Замечательно, здесь договорились. Так, ну и вручение футболки. Эти кат-цены нас, наверное, пока что радуют, но потом будут просто уже надоедать, и мы все их будем скипать. Жоэль Фамие перешел в Херенвен. Если не ошибаюсь, это уже третий игрок, которого мы подписали бесплатно. То есть был у нас аравийский левый защитник. Потом Довбик, кстати, которого мне сказали. Вот, кстати, по поводу нашего вот. Либо Довбик, либо Довбик. Надо сейчас посмотреть уже точно. Ну а сделка прекрасна, все. И командный игрок, он даже получше, Хойдждонка будет. Супер. Да, зовут его Артем Довбик. Поэтому не Довбяк, как я говорил, а Довбик. Теперь у нас. Итак, в офисе у нас сейчас мы видим текущий бюджет 4 миллиона. Я не знаю, это прям точно у нас 4 миллиона сейчас, или вот как это смотреть? Бюджет. На данный момент, как посмотреть? А, вот текущий бюджет 3 миллиона 800 тысяч. То есть на вот эту сумму мы можем рассчитывать. Поэтому давайте посмотрим за 3 миллиона 800 каких санитарных защитников мы можем подписать. Можем Гастона Авиллю. 20 лет, рейтинг 70. Но у него, чисто если смотреть, то рост не такой прям для центрального защитника. Хотелось бы высокого, что по скорости, если что. Ну, более-менее такая хорошая. А Мисс Хилгерс повыше. По скорости, кстати, даже получше, что у него по цене нет. Его мы уже точно сейчас подписать не сможем, поэтому я его лучше сразу уберу. Также Мужайда уберем, потому что денег не хватит. Маккензи. Маккензи можно попробовать, но тоже. Здесь по росту скорость зато замечательная. Томми Яга из Утрихта. С хорошим ростом. Замечательная скорость. Даже вот этого Жорди Ван Лерберги мы можем подписать. Из Мишлена. Бельгийской команды. Вот, даже подступным. Но уже он по возрасту хотелось бы такого, знаете, молодого более-менее. Поэтому, честно, вот не знаю. Есть интересные варианты, но самого такого прям бы по возрасту я бы, наверное, естественно, бы Гассона Авилю подписал. Даже если не получится, там по деньгам они будут ныть. У нас, то есть, смотрите, копеечка в копеечку идет. Надо попробовать. В любом случае, 3 700 нам говорят, надо попробовать. 3 300. У него рыночная стоимость. То есть, давайте попробуем 3 100 000 предложить сейчас. Так, подаем предложение. Они при продаже хотят. Смотрите, что. Так. 3 200 тогда давайте уж. Да, за 3 200 мы договорились. Это, мне кажется, отличная сделка для нас. Так, ну и хочет он роль в составе важной. Это, в принципе, пока что мы им действительно согласны. Ну, на 3 года пока что. Хотя они сразу хотят на 5 лет. Ну, давайте. Долгосрочный контракт. Они верят в Златана Ибрагимовича на тренерском мостике. Тем более, сейчас Херенвен идет на первом месте. Так, актуальная зарплата 7. Также, наверное, 5 500 где-нибудь попробуем предложить. Да, они согласны. Еще и подписной бонус 7 800. Ну что же, за деньги мы пока что в этом сезоне покупаем только лишь игроков обороны. Вот левого защитника подписали из Голландии, из АЗ и вот из Бельгии за роял. Антверпа подписали Гастона Авилю. И, кстати, сделка-то на А вообще супер. Это впервые, когда я заплатил за игрока реальные деньги. То есть нам раньше оценку-то давали именно за свободных агентов. Вот. А здесь то, что мы заплатили и по цене нашу сделку шикарно. Вот. Вы проделали фантастическую работу, получили максимум от сделки. Замечательно. Они хотели 4 700. То есть мы полтора миллиона сэкономили. Ну что же, вот такие у меня перестановки в составе. Во-первых, Фамие вместе с Довбиком будет играть у меня в стартом составе. Сейчас буду объяснять почему. И также Авилу я поставил в стартовый состав. Вот вы видите левый центральный защитник. Во-первых, почему Фамие в старте? Да потому что Колосин и Иван Хойчдонг у меня игроки, которые находятся в моей команде в аренде. Вот. А смысл мне развивать арендованных игроков? В любом случае, его скорее всего будут забирать зимой. Потому что каждый раз вот это вот происходит в FIFA. Хоть он практику будет невероятно получать, они будут все равно жаловаться, что вот он мало играет. Это раз. Авилу сразу же попадает в старт вместо Ланга. Здесь уже чисто по возрасту Лангу 20. Я даже сейчас при вас посмотрю, 28-26 где-то так. Вот. И 29 даже. Вот я решил по выбору. Ван Бека я бы никак не убрал. Он капитанный рейтинг хороший. Вот либо Бочневич. Вот это центральный у нас сейчас защитник. Либо Ланг. Ну, Бочневичу было там 26. Поэтому я решил Лангу убрать во второй состав. И на Авилу сделать акцент. Так, ну а мы договорились по Нуну Мэйте на один сезон. И отдадим его в аренду Фразионе. Так, на один сезон. Зарплата все замечательная. Здесь сразу же уже в пользу Фразионе. 60 на 40. Ну что же, у нас четвертый тур. Херенвен будет играть против Витеса. Мы идем на первом месте. У нас 9 очков. Мы прям как ПСВ. Ну, делим первую строчку. Единственное для команды, которые выиграли 3 игры на старте. Но вот Витес сейчас идет на уровне Аякса. У них 4 очка. Они успели сделать уже все за 3 игры. Выиграли, сыграли в мячу и проиграли. Разница у них 3-3. Видите, по забитому пропущенному. Поэтому 0 у них в показателе разницы мячей. Посмотрим. Интересная игра будет. Мы играем дома. Причем еще и 2 новых игрока у нас в стартовом составе. Ну что же, состав в наших ранах. Начинаем. Так, Артем Довбик забил 3 мяча в 3 последних матчах. Вот такую нам статистику приводят. Ну что же, солдаут. Мне кажется, тут на каждой игре в Голландии. Да и в принципе в каждой игре в FIFA. Солдауты на стадионах. Хоть это и матч 2 лиги Англии. Все равно. Для нас это интересная игра. Две интересные, казалось бы, команды. Я не помню, кстати, за Витес тоже вроде я высавлял голосование. Но все же выбрали Херенвен. И вот сейчас на первое место мы вывели команду. Поэтому хотелось бы дальше так и продолжать. Так, Халилович. Дальний удар, но Шуберт на мертвый мяч забирает. Ну, решили мы пробить. Почему бы и нет? Вдруг. Вдруг бы все-таки голкипер не был бы готов к первому удару в матче. Так, опасная атака сейчас. У Витеса Берро удар, но Ноперт справляется. Ну, вот как-то мы сейчас в самом начале-то игру даже нащупать не можем. И забивает Аркус. Подача с углового, 13-ая минута, 1-0. Ну, я не знаю. Не нащупали действительно свою игру в начале матча. Очень было сейчас у нас много ошибок уже по первым даже минутам. И вот Аркус забивает свой первый гол в этом сезоне. Отлично, Авила справляется. Олсан. Хороший пас на Довбика. Артем ищет что-нибудь подключение, забегание. И вот он увидел забегание Халиловича. А тот немножечко, с кем-то знаете, миллисекундным задержанием подождал, пока пробежит игрок Витеса. И пробил в дальний угол. 1-1. Херенвен сравнивает счет. Еще раз давайте посмотрим. Здесь отлично выждал. И вот, можно было сразу бить, но нет. Он дождался, пока защитник будет за вратарем. Вот здесь, когда он уже пробегал на такой скорости, трудно было бы Касперу остановиться. Так, неплохо. Олсан отбирает. Довбик. Артем, да и пробить, конечно, отсюда можно, но как-то у него и мяч. То ли сваливался с ноги. Удар. Явно был не очень. Мячом завладеть. В итоге перехват. Отлично. Отбились. От Витеса Фамие. Через Довбика. Олсан на Артема. Довбик. Удар. Рядом со спором пролетает. Ходж Донга вообще не взял в заявку. Забыл про него. В итоге Колосин у нас. Выходит вместо Фамие. Думал я вот. Ходж Донг бы сейчас очень сильно бы помог в связке с Довбиком. В итоге Артем с мячом. Отдает хороший пас на Келлерта. Келлерт забивает от штанги. Вот что значит сыграла замена. 78-я минута. И Довбик снова отдает голевую передачу. Вот здесь уже и Келлерт. Только его выпустили. И парень делает свое дело. Забивает и выводит Херенвен вперед. Вперед. Отлично. Тахери. Многих. Ой-ой-ой. Ну это очень грубо. Но судья. Только лишь устное предупреждение. Дает игроку Витесу. Но очень грубо он действительно смотрит здесь в подкате. Прям снес. Прям не было. Как будто. Даже попытки сыграть мяч. Важный лично для нас. Мяч это остался у нас. Поэтому сейчас. Можем просто сыграть Колосин. Ух как забивает Колосин. Но здесь все. Конечно просто этот был удар ради удара. Но он прошел. Не знаю как. Скорее всего вратарь просто не видел момент удара. Из-за опекающего Колосина. Защитника и пропускает вот такой вот нелепый гол конечно же. Но замена снова сыграла. Забивает игрок. Которого я выпустил на поле. Вообще от Колосина я этого не ожидал. Но он забил. Смотрим между ног еще скорее всего может быть. Попал. Нет рядом. Но. Здесь. Не знаю кто виноват в этом пропущенном мяче. Витеса. Либо же защитник. Который позволил пробить. Либо же вратарь. Все таки. Удар был. Не такой уж прям. Не берущийся. И на этом все. Финальный цисток. Валевая. Домашняя победа Херринвена. Хоть и пропустили в начале встречи с углового. Зато. Дальше отлично все сделали. Особенно. Артем Довбик. Ну. Во-первых. Лучшим игроком встречи стал. Антони Колосин. Который вышел. Там. На сколько вот он вышел. На 20 минут. Забил гол. Который увеличил преимущество. Келлер тот же. Забил победный гол. Довбик. Отдал две голевые. Но его не признали игроком встречи. Вот. Также Хае отдал еще одну голевую передачу. Ну. Матч просто шикарный. Отличный по накалу. Три всего лишь было удара у Витеса. Они даже на один-то целый не наиграли. Ну. Что тут уж говорить про нас. Вот это наверное удар Колосина вообще не засчитали. Там. Там 0-1. Возможно по их джи добавили. В итоге. Округлить. Если. Два мяча у нас. Ожидаемых было. Но забили три. Ребята молодцы. Так. Приходит предложение кстати по Толедо. Его хотят в Анталью Спор забрать. Что Анталью Спор? Да. Анталью Спор. Я сейчас кстати надо посмотреть. Потому что у меня нету игроков которых я бы мог им заменить. Вот. Он у меня игрок второго состава. Но будет ли он вообще получать практику я вот не знаю. У нас пока что нету какого там насыщенного сезона. Если посмотреть в принципе по календарю. Давайте вот правда посмотрим и будем решать. Вот. Матч. Неделя отдыха. Дальше. Раз в неделю. Здесь. Раз в неделю. Раз в неделю. Здесь уже кубок. Но тут уже ладно. Тут уже можно что-то подумать. В любом случае отдаем всего лишь одного игрока. Поэтому мне кажется стоит. Стоит отдать все-таки его тоже в аренду. Пять. Пять у нас в итоге получается полузащитников на сезон. Поэтому хотя бы паренек будет получать практику. Поэтому так же попробуем. 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 У нас все-таки играть чаще первый состав. Куда как раз вот Таледа не входит. Ну, но Мэта перешел в Форзионы. Надо было кстати вообще посмотреть они в серии А или в серии Б. Но они в серии Б. Да, они еще не начали. Вот. Поэтому ну попробует вывести команду в серию А. Почему бы и нет. Ну и вот они пошли. Проводы молодого полузащитника. Так. Ну и проводы пошли Таледа. Который переходит в Турцию уже. В Анталью Спор на один сезон. Так. И нам 27 августа пришло что игроки отправятся в сборные. А театалах. Кстати он не аравиец а марканец. Вот я перепутал. Прошу прощения. Киркес в сборную Венгрии. Так же как и Ланг. А Довбик в сборную Украины. Ну а здесь кстати я не знаю почему. То ли их отозвали. То ли что. Вот Аллах и Довбика. Но вот только Киркес и Ланг. Теперь. Со второго числа едут. Очень странно. Итак у нас пятый тур. ПСВ тоже в четвертом туре. Выиграли свой матч. Поэтому у нас сейчас с ними равенство. И плюс еще и матч в запасе. Там нам с АЗ обошли. Потому что у них на один матч больше. Мы играем против Валвичк. Вот эта вот команда. У которой всего лишь одно очко. За 4 тура. Сыграли они в ничью. И 3 раза проиграли. Мы играем на выезде. Но все же первым составом. Я давайте сейчас попробую в любом случае какие-нибудь ротации провести составом. Чтобы многие у нас поиграли. Тем более вот против аутсайдера. Итак изменения в составе. Решил новую пару нападающих. Из второго состава. Хойджи Донг и Колосин Келлерта. Который забил победный гол в игре против Витеса. Тахири поставил. И также поставил Ланга вместо нашего капитана. Вот. Ну и также вратаря поменял. Ну посмотрим. Что из этого выйдет. В любом случае. Дозбик если что. В заявке на скамейке запасных. Посмотрим. Что из этого выйдет. Состав в наших кранах. Поехали. Итак выездная игра. Пятый тур. Валвичк принимает Херенвер. Пока что отлично стартовала гостевая команда в этом году. Четыре победы на старте. И отлично также тренерский дебют у Златана Ибрагимовича. Так и сразу же он зарабатывает нарушение. Не знаю что здесь можно давать. Мне кажется красную. Можно было бы в итоге. Желтая. Всего лишь Ван Ден Буйс. Ее получает. Не знаю что там. Ходж Донком с нашим. Так Колосин с мячом. Пас на Кюллерта. И какой дальний удар забивает Кюллер. Вот на этого парня мне кажется надо возлагать надежды. Он забил победный ворота Витеса. И забивает первый гол. Встреча. Понятно что против Аутсайдера. Там предпоследняя строчка чемпионата. Но все же очень хороший дальний удар. Выбрал позицию. Решил пробить. И два мяча в двух последних встречах. На сегодняшнем. Вот в сегодняшнем выпуске просто замечательно. Колосин. Ходж Донг. Неплохо Колосин. Но попадает в защитника и будет лишь угловой. И Ходж Донг. Нет. Не забивает. Буквально там с двух метров. Так. Опасный момент сейчас. Авила. Отлично накрывает. Роли вратаря сейчас играли. А вот не точный пас. В полузащите. И очередная атака не прошла. Заброс на Колосина. Ух. Тот решил. В стиле Ван Перси сейчас пробить. Келлер. Отлично выигрывает вверх. Колосин. Видит забивание Ходж Донга. Забегание. А не забивание. Забивание пока что вот к сожалению то не было. Опасно движется атака сейчас. В конце первого тайма. Маус справляется. Будет угловой. Ходж Донг. Ну надо же здесь уже хотя бы забить. Вот в паре с Довбиком он. Забивает. Один пока что с Колосином он не может. Вроде бы и накручивает всех. И всюду. Колосин. Здесь ему буквально уже на блюдечке. Мяч выдают. И забивает. Так же как и Келлер. Два мяча в двух встречах подряд. В итоге сам бежит теперь. Форвард в атаку. На Ван Ходж Донга паса дает. Ну что будет ли 3-0. Нет. Попадает во вратаря. Давайте на последние там 23 минуты выпустим Довбика в пару к Ходж Донгу. Посмотрим получится ли у них друг с другом сыграться сейчас. Так, накрыли удар. Маус выходит. И в итоге Анита забивает. И уменьшает преимущество Херенвена в выездной игре. Кельфт. Отличная передача на Уайн Ходж Донга. Он отлично проходит. Но здесь оставалось просто все. Просто оставалось катнуть мяч в пустые ворота. Вот и Ходж Донг забивает. Но для статистики. Ходж Донг забил в тот момент, когда Довбик был на поле. С Колосином забить пока что не получилось. Так. Бакали. Мяч пролетает. И Белл Хасани не попадает в створ. 3-1. Побеждает Херенвен на выезде. Ну, здесь более-менее, можно сказать, уверенно разобралась команда на выезде. Ну, и вишенка на торте была вот этот именно лонгшот от Маца Келлерта. Лучший игрок Ван Ходж Донг забил один гол. Колосин, кстати. Гол плюс пас. Ну, а Келлерт. Мне кажется, Келлерт что-то надо было давать. Весь матч отыграл. Гол плюс 2 голевые. То есть, во всех трех голах он поучаствовал. Ну, что же. Один час оказался у нас до закрытия летнего трансферного окна. И главной сделки Жота. Переходит в Баварию за 103. Округляем 104 миллиона евро. Дальше. Пассажир продает Верати в Сити за 94 миллиона. И Диаби как раз переходит скорее всего на, ну, можно так сказать, в атакующую. Треть на позицию Жоты из Ливеркузена за 86 миллионов. Ну вот, это топ-3 сделки. Ну и если быстренько пробежаться по нашим трансферным сделкам. Мы продали вратаря Бикему в Радиомиак Радом за 260 тысяч евро. Подписали бесплатно Атья Талаха. Довбика тоже подписали бесплатно. Сара сдали в аренду на один сезон в Аугсбург. Подписали бесплатно Ланга, которого сейчас передвинули во второй состав. Взяли Киркеза за 4 миллиона у Азе Алкмар. Продали Каиба в Ланус за 1 миллион 850 тысяч. Авилу взяли из бельгийского роял Антверпа за 3 миллиона 200 тысяч. Бесплатно подписали Фамие. Сдали в аренду Нунумете в Фразионы, которая играет в серии Б. И отдали в аренду Таледа в турецкую лигу в команду Анталия Спор. Ну что же, проведем сейчас последнюю игру в сегодняшнем выпуске. Играем против Спарты Роттердам. Играем дома. Ну что же, снова нас опережает Азе из-за того, что на один матч они сыграли больше. Ну а так, мы единственные две команды с ПСВ, которые пока что не потеряли очки. Да и по разнице мячей получше смотримся. Спарта идет на восьмом месте. Также они еще ни разу никому не проиграли. Две победы и три мячих. Так что соперник будет неуступчивым. Итак, сделал я две перестановки. Во-первых, вместо Фамие поставил Ван Хойчдонг. В старт у них одинаковый рейтинг. Теперь стал, но решил все-таки попробовать. Почему бы и нет? Вдруг получится вот эта вот связка Довбик и Хойчдонг. Тем более, Спарта еще ни разу никому не проиграла. То есть уровень с Валдичком вот этой вот команды, которую мы играли на выезде абсолютно разный. Ну и поставил старт Келлерста. Поэтому посмотрим, что будет у нас сегодня за футбол. Поехали. Итак, Арна Вершуэрен забил три мяча в трех последних играх. Поэтому вот тоже есть проблемный игрок для нас в команде соперника. Ну а так, Хэренвен против Спарты. Шестой тур чемпионата Голландии. Хойчдонг на подборе отлично. Но еще и тоже на распасовке хорош. А вот и Уольсон забил. Двадцатая минута. Хэренвен выходит вперед. Но так и должно было быть. Мы вот такие вот выскочки в этом году. Никто на старте уж точно в нас не верил. Но после того, как отлично у нас прошел старт. Отличная трансферная политика была проведена. Также еще и тренер шикарный. Поэтому супер. Свои моменты не упускают. Хойчдонг через Довбика. Как же Довбик сейчас разобрался, а? Келерт. Пас на Хойчдонга и тот забивает. Но это все. Двадцать пятая минута. Два ноль. Жаль, конечно, что Довбик по статистике сейчас не поучаствовал в этой атаке. Отдал предголевую передачу. Шикарно его здесь убрал. Тут и Келерт можно было бить. Но он решил отпасовать на свободного Хойчдонга. И тот забивает очередной гол в этом сезоне. Келерт. Вот видит он пустую зону. Почему бы через нее-то и не пройти. И пробить отсюда можно. Ну, я не знаю. Кстати, надо посмотреть было, какая у него нога-то рабочая. Но вроде правый я забивал. Лонгшот. Здесь вообще он абсолютно не пошел этот удар. Хорошая передача. Хойчдонг через Келерта. И фол. Конечно же, будем свистеть желтую карточку. Показывает орбитер Вершуирину. Так, атака Спарты по флангу развивается. Паст-центр. Киркес уже даже на чужую позицию пришел. Лишь бы мяч отобрать. Опасно. Ух, как опасно-то все-таки. И Ноперт на угловой мяч перевел. Так, отлично. Бочневич. Довбик. Хае. Ну, супер. Ну, а здесь надо травму тут уже даже, наверное, получает. И какой-то фолт у него. Вершурин этот опять. Да, это его вторая желтая карточка и он удален с поля. А вот так вот. Казалось бы, ключевой игрок в команде с хорошей статистикой. Три мяча в трех последних играх. И в итоге в важной игре удаляется на ровном месте. Хочдонг. Пас на Ольсона. Но это дубль. И это дубль. Ольсен оформляет дубль сразу же после удаления игрока Спарты Херенвен решает пробить по этому слабому месту. И в итоге забивает третий мяч в сегодняшней игре. Так, Керкес отлично справляется. Довбик. Через Хочдонг. Ну, а тот шикарно на дриблинге. И пытался забить лонгшот. Момент был хороший и позволяла ситуация. Так, Керкес. Так, Керкес. Ван Хочдонг. Ну, просто посмотрите. Стянул на себя несколько игроков. И... Ну, это в его стиле. Это в его стиле ворота Валвика. Он также забивал, просто стягивая на себя всех, обыгрывая уже в концовке атаки вратаря и просто пробивая по пустым воротам. Если Балони будет отзывать Ван Хочдонг из аренды зимой я не знаю только за что. За такие результаты вроде никогда не отзывают. Даже если они прям, ну, шикарные. Но если будет отзыв из аренды, это будет крах для нашей команды. Потеря очень качественного футболиста. Разгромная домашняя победа. Херенвен одерживает первую победу над Спартой. Потому что Спарту еще никто не мог обыграть в этом сезоне. Вот оно и первое поражение для гостевой команды. Ну а бы так вот казалось бы без шансов 4-0 еще и в десятером потом Спарта осталась во втором тайме. Игроком матча признан Хочдонг. Ну, здесь абсолютно заслужено. Два забитых мяча, две голевые передачи. Келерт отдал два голевых пасса. Ольсен забил также два мяча. То есть вот только вот это вот трио сегодня на поле Феерила. Ну что ж, друзья, на этом самом моменте мы и заканчиваем сегодняшний выпуск. Здесь все шикарно. Мы на первом месте по разнице мячей только обходим ПСВ. Но нужно нам наверное уже все-таки противостояние с сильной командой. Как раз в следующем выпуске мы уже сыграем против Аякса. Вот. То есть у нас точно будет три игры. Если вы отлично поддержите лайками, там наберете 20 лайков, то мы еще и четвертый матч также захватим. Поэтому все зависит от вас. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан Стефь. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok